Kia Sorento, 15-й год С распространенной проблемой Как всегда, съела шлицы в корпусе дифференциала Съела от слова совсем Такая вот красота Возникает из-за частых ударных нагрузок Разобрали коробку И вот, кстати, новый корпус дифференциала С новыми шлицами Сейчас будем его устанавливать Внутри стоят старые шлицы, поэтому они ржавые Но они абсолютно целые И на работу это никак не повлияет Перед нами старый угловой редуктор Как видим, шлицы уже очень острые Плюс тут сильная яма, выработка Палец сюда прям уходит Поэтому мы устанавливаем восстановленный редуктор Навариваем новыми шлицами Все, коробку собрали Вот они, новые шлицы Теперь у автомобиля появится задний привод Помимо переднего Да, это вам не ZF Который в одного можно поднять Ну что, ребят, карабасик на месте уже Сейчас будем дальше собирать И потом проверять Восстановленный редуктор на месте Все собрали, запустили Правда, пока кардан еще не подключали На задний привод Пока смотрим, нет ли течи Все работает отлично Течи нет Шумов посторонних нет Вибраций нет Все крутится, все работает Сейчас будем обслуживать муфту Haldex И Мы уже подключим кардан И будет работать полный привод Масло в очень плохом состоянии Как можем видеть У нас все черное Хотя должно быть прозрачным Это говорит нам о том Что масло здесь не меняли давно Да и вообще Я думаю, что Никто не занимался Полным приводом на этой машине С момента покупки Для обслуживания муфты Необходимо ее разобрать Чтобы ее разобрать Нужно выпрессовать вал Разбираем ее для того Чтобы оценить внутреннее состояние деталей Также заменить сальники И переуплотнить корпус Который, как мы видим Течет по стыку Делаем мы это на прессе Аккуратно Как можем видеть Далее просто выбиваем вал Молотком Удары легкие Так что не бойтесь Шлицы мы не повредили После разборки Тщательно отмываем Внутреннюю часть корпуса А также внутренние детали муфты Тут, конечно, полный набор Начнем, наверное, с задней подвески Здесь, как мы можем видеть Уже поменяли эластичную муфту Вот она новенькая стоит Сейчас меняем задние амортизаторы Также меняем рулевые тяги С наконечниками И пыльниками Вот так сейчас Также меняем Втулки с сайлентблоков Которые держат Задний редуктор Вот один уже Оттуда извлекли Еще разочек сейчас И все А вот один еще пока Никак не сдается Но я думаю Пнемозубилу Вот так вот С этими трахомами Которые ездят По нашим засоленным дорогам Приходится Мудохаться Вот по-другому не назовешь, конечно Вот она Скотеняка такая Мы тут все чуть не оглохли В цеху Горячий, небось Горячий Жесть Трэш просто Вообще Кстати, тут делаем Такой интересный Довольно-таки тюнинг Это у нас двигатель Г4КЕ Вот как можем видеть У него присутствует блок балансиров Снизу Он же и масляный насос То есть все в едином блоке И это на самом деле Очень такое Довольно-таки слабое звено В этом моторе И сейчас, чтобы лишить этот мотор Вот этого слабого звена Мы его просто поменяем На обычный масляный насос От КД И будет у нас Г4КД По конструкции Сегодня уже второй день Санта-Барбара Продолжается Бесконечная эпопея С задней подвеской Соренто Сейчас мы меняем Стойки Задние Они там Вросли Верхний Верхний болт Выбил Верхний заебе Да, вот теперь осталось Нижний еще Это вот наши реагенты Что творят С автомобилем Реагент ММ7 Химия Которые поливают Наши дороги И посыпают А ведь этим Мы еще и дышим Всем На Волге Даже легче Откручивается Хотя не всегда Вот так приходится То пневмозубилом Стучать То мапгазом Греть Главное машину Не спалить Даже мышцы Не помогают Бицуха Даже не помогает Не помогает Что же Нам Провонял весь цех Уже Со вчерашнего дня Резиной Соренто Как будто Вот какую-нибудь Победу Реставрируем Или УАЗик Там Семидесятых годов В общем Сожгли Соленблок Он вылетел Аморт А втулка Осталась Новые саленблоки Новая муфта Теперь все стуки При трогании При включении Передач Пропадут Все будет тихо Приятно Так вот Американский Запрещенный Инструмент Нам помогает В работе Защитка Пыльничная Который Нифига Не помогает Сейчас опять будет Трипер Да вряд ли Пошло О Блять Не пришлось Мучиться Вот так всегда Если хотите Чтобы Жопа была Помягче Надо ставить Газомасляные Амортизаторы А если хотите Чтобы Жопа Была жестче Но при этом Была лучшая Управляемость И устойчивость На дороге Особенно Вот на швах Например Когда едете Да Там вот По трешке Допустим Там Или по СВХ Пойдет в Украингу Блять Да Чтобы более устойчивая Была Машина То надо Ставить жестче Подвеску То есть Газовый амортизатор А вот это Газомасляный Теперь Попея с поперечными Тягами Тут Конечно Тоже Блин Треш еще тот Третий день Санта-Барбары Наконец-то Прикручиваем Задние колеса С задней подвеской Работы завершены С передней пока еще нет Надо поставить подрамник Ждем рейку Поддон уже поставили На герметик Привод Так же Установили Сейчас Придет рейка Все соберем И автомобиль Уже будет готов Заведем Естественно Его запустим Проверим Прокатимся Если все будет В порядке Уже будем Выдавать клиенту Рейка Наконец-то Пришла Вот Мы ее уже Установили На подрамник Отремонтированная рейка Сейчас Устанавливаем подрамник И Собираем дальше Автомобиль Автомобиль Запустили Он Уже работает Какое-то время Течи Никаких Нет Также Заменили Шланг Высокого Давления Который Идет Крулевой Рейке От Насоса ГУР Заменили Вот этот Болт Штуцер И Две Металлические Шайбы Медные Уплотнители Заодно После Замены Элементов Задней Подвески А также Замены Рулевой Рейки Необходимо Сделать Сход Развал Пробег Автомобиля 230 Тысяч Километров Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует